Новый стенд сотрудники музея называют «Адмиральским». Он посвящен шестерым людям, командующим ВМФ, которые были в нашем городе или до сих пор регулярно приезжают в Саров. В коллекции представлены фотографии и личные вещи адмиралов. Даже из формы одежды, потому что видите, две фуражки адмирала Высоцкого, адмирала Щеркова. Сначала ни одного стенда, где-то музей, где были представлены хотя бы два головных убора. У нас уже два, но сейчас у нас уже подходит еще один. То есть скоро у нас будет, наверное, единственная коллекция именно главных уборов главнокомандующих. А еще на стенде можно увидеть личную чашку одного из адмиралов, изготовленную в Санкт-Петербурге на первом в стране фарфоровом заводе, сувенирную тарелку подарок главнокомандующего, а также книги, посвященные военно-морскому флоту с автографами и даже мундир со звездой Героя Российской Федерации, который принадлежит куратору подводной лодки Саров. А начался сбор экспонатов с одного погона контр-адмирала. Когда начали собирать эту коллекцию, то выяснилось, что буквально в 2011 году к нам приехал контр-адмирал Куров, и вот здесь можете увидеть его как раз. И впервые, когда нас посетил музей, а мы только открылись, он привез вот такую уникальную коллекцию, набор серебряных монет Росатома. За семь лет существования музея ветераны военно-морского флота создали интересную, а главное уникальную экспозицию, посвященную истории и современному развитию военно-морского флота, ознакомиться с которой приглашают всех желающих. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.